МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какова ситуация с отправкой парома в Турцию? Сегодня все процедуры были решены. Завтра на 16 часов. Основной вопрос был с таможней. Завтра на 16 часов заказаны парковые власти, и завтра паром идет. Но связались дополнительно с водителями. Там не 35 машин, а 15 машин. Ну, остальные, если там будет их чуть побольше, то паром все равно всех заберет. А в чем сложности? До событий, которые произошли, паром пришел сюда с турецкими товарами и турецкими прицепами. Вопрос был в том, затаможить прицепы и отправить их назад в Турцию. Но ситуация примерно такая же. То есть здесь находятся тварки, там находятся наши. Поэтому эта проблематика решена была. Там еще были товары, которые были не растаможены. Таможня отработала в рамках закона действующего. И завтра паром уйдет. Вернется ориентировочно, если все будет нормально, в субботу, в воскресенье. Ну, загадывать не будем. Самое главное, чтобы он пошел и забрал наших водителей. А эти прицепы коммерческие? Конечно, коммерческие. Конечно. Пожалуйста, вопрос. Какие задачи, Сергей Иванович, стоят на следующий день и в ближайшую перспективу, если говорить о неделе? На этот день и на завтрашний день стоит несколько таких, особенно на ночь стоит задача, это протопить котельные четыре наши, которые потребляют большую мощность. Дальше соблюсти график. Второе, на завтра. Все те обращения граждан, по которым есть, их по максимуму отработать. В основном обращения идут от домов с электроплитами. Вот сегодня было обращение дома 17-этажные. При подаче питания вода поднимается, если питания нет, там электронасосы стоят. Поэтому сейчас бригада отрабатывает вопрос, как подавать воду, если нет электроэнергии. Ухудшение температуры, температурный режим пока позволяет. На завтра, сегодня в ночь, температура не будет понижаться меньше, по прогнозу, меньше 7 градусов. Вот на завтра она больше 10, там где-то под 14 градусов. Поэтому котельные находятся в режиме прогрева. Вот эти 4 остальные котельные, они введены в эксплуатацию. Теплопункты мы поддерживаем, тоже прогреваем. Ну и наращивать электроэнергию с помощью резервных источников питания. На сегодняшний момент 28 дизель-генераторов общей мощностью, от 600 до 1 мегаватта. Они установлены. Есть проблема с подключением нескольких генераторов. Это техническая проблема. Там нужно установить, бросить кабеля. Длиной более 100 метров. Кабель подвозим и мы ее запустим. По итогам недели количество обращений увеличивалось? Нет. Значит, на сегодняшний момент, на сегодняшний вечер было 444 обращения. Это все в основном по несоблюдению графика. Часть из них и часть по внутридомовым электросетям. Там, где выбивают автоматы. Потому что идет полная нагрузка. 18 бригад созданы. Эти 18 бригад, естественно, они круглосуточно работают. Поэтому на выезде их не 18, а в зависимости от количества обращений 6-8. Кроме этого, принято решение дополнительные бригады создать, невзирая на то, что из специалистов, которые имеют опыт работы, имеют соответствующие документы, но где-то у них просроченные допуски. Решением штаба ЧАЭС такие бригады будут созданы. Во главе этих бригад будут стоять специалисты, которые имеют допуск соответствующий, которые им будут руководить. Количество топлива в городе хватает для проекта? Достаточно. Количество топлива достаточно. На заправках двое-трое суток. На колесах подвозится еще топливо. Кроме этого, компании топливозаправочные, они заключили договора с Феодосийской нефтебазой в случае возможного прекращения поставок с материка, контактных поставок, они сразу начинают получать топливо с Феодосийской нефтебазы. Там на сегодняшний момент запасы топлива более 20 тысяч тонн. И будут доведены до 20 суток. Это неснижаемый запас, который установлен решением президента Российской Федерации. А что было сказано севастопольцам, которые пережили допустим первую и самую сложную неделю? Я вчера в обращении вот, в общем-то, кратко довел до севастопольца в обстановку. И хотел бы еще раз повториться и сказать, что выражаю слова огромной благодарности всем севастопольцам, особенно нашим ветеранам, многодетным и социально незащищенным слоям населения за те неудобства, которые созданы вот этими актами на Украине. Выражаю благодарность нашим общественным организациям, которые принимают участие в охране общественного порядка и охране объектов. Вы знаете, что около каждой станции сотовой связи, даже в лесу установлен аккумулятор и там охраняют наши общественные наши самообороны для того, чтобы мы могли обеспечить сотовую связь. Всем севастопольцам, которые принимают участие в ликвидации последствий и которые с пониманием подходят к той обстановке, которая сегодня существует. К сожалению, сложнее всего тем жителям Севастополя, у которых дома с электроплитами. Но если мы понимаете, мы не можем дать туда больше времени электричества, почему? Потому что если мы даем туда больше, то у кого-то будет оно меньше. А вообще я скажу так, что сегодня встречаясь с людьми претензий вот такие, что власть не работает или еще что-то, я не услышал. Я услышал одно, Сергей Иванович, когда вы нам скажите, когда будет электричество, чтобы мы понимали тот промежуток времени, в котором нам придется жить. Я думаю, что ситуация будет улучшаться, мы уже ее улучшаем тем, что устанавливаем земли и генераторы и запитываем отдельно дома. Но тоже не на постоянной основе, понятно. Но я думаю, что ситуация будет улучшаться и как только лимит потребляемой электроэнергии будет увеличен, мы пересмотрим графики. Но графики все равно, к сожалению, пока будут сохраняться. С какой периодичностью? Тоже другой вопрос с точки зрения, установлен нам лимит. На сегодняшний момент лимит 75 мегаватт, по факту мы получали 70 мегаватт, поэтому в этом режиме мы и работаем. Вопрос, пожалуйста, еще. А правительство Возвращения получило 11-10 генераторов, планируется ли еще какая-то гуманитарная помощь от других регионов? Колонна конечно правительства Москвы вчера пришла, вы видели, что колонна такая, мобильная, серьезно подготовленная. Кроме этого, с Краснодарского края нам пришло два дизель-генератора по одному мегаватт, один дизель-генератор 650 киловатт. Один мегаваттник мы отдали в Белогорск для того, чтобы там немножко поправить ситуацию. Почему? Потому что там дизель-генераторы вышли из строя. К сожалению, генератора техника. Остальные доставлены нам сюда с Ростовской области. Нам тоже идут дизель-генераторы. Кроме того, Россети пересылают сюда дизель-генераторы для наших школ. Завтра укрепляем Россетей будет здесь в Севастополе и мы с ним встречаемся. Ну и нам пересылают мобильные системы связи. Это они идут, правда, издалека. Из-за Урала. Но, тем не менее, они уже в пути и, я думаю, в ближайшее время подойдут. Это для дублирования системы связи. Интернет-провайдеры поручения выполнили, интернет в городе есть. Сегодня проехали независимые, подчеркиваю, общественные организации, которые я попросил. Практически во всех районах города интернет есть. То есть мы его восстановили. Связь восстановлена на 80%. Я думаю, что в ближайший день-два мы ее восстановим на 90-100%. Если подойдут мобильные машины связи, то мы обеспечим город еще и резервом этой связи. когда придут вы увидите. И сколько тоже. И сколько тоже. Да. Отдается контролировать цены на продукты по докладам? Почему? Не только по докладам. Мне сегодня, если кто-то был на оперативном штабе, увидели, что на телефон приходили смски, независимо от докладов дежурной службы, приходили смски по состоянию дел в городе. Вот еще одна смска. Балаклавский район, массив, садовое трачество, балка, бермана. Вот. Электроснабжение два дня по часу. То есть график не соблюдается. И мы таким образом регулируем. По сетевым магазинам повышения цен нет. Дополнительно три сетевых магазина, которые были новуса, которые не работали, они сейчас работают, обеспечены дизель-генераторами. Мы обеспечили один магазин, они сами закупили еще. И тот, который мы им поставили, с прибытием собственных, ну, того, того дизеля, который они закупят, они нам вернут. На рынках мониторинг цен идет. Есть повышение на рынках. То, что я говорил, ну, скажем так, не люди, которые не понимают той обстановки, которая сегодня сложилась. Но к ним мы меры применять соответствующие будем. В мелких магазинах особо повышения цены нет. Самое главное, ассортимент продовольствия у нас достаточен для того, чтобы обеспечить жизнедельность города. Пока не поступило мясо птицы, но я думаю, оно поступит. Это не такой жизненно важный продукт на сегодняшний момент. Мясо, молочная продукция, хлеб, мука, все, что необходимо для нормальной жизни. В магазинах есть запасы от трех дней. Это молочная продукция, которая пополняется, наша крымская из материка, до 30 дней. Я думаю, что уже та же. нет. Вы это наверное тоже видите. Есть перспектива увеличения лимита. Есть перспектива увеличения лимита. Как только он будет увеличен, вы это сразу услышите, увидите и почувствуете. Поверьте мне, делается все возможное для того, чтобы этот лимит увеличить. Вплоть до того, что пересматривается энергобаланс всего Крыма сейчас с точки зрения потребления. Мы в этой ситуации должны понимать, что не только мы существуем на полуострове. Есть еще Крым и другие населенные пункты. Поэтому увидеть по энергомосту работы идут в усиленном варианте. Это не шоу авиагрупп. Зачем? Нет, это было спланировано еще до тех событий, в которых мы сейчас с вами находимся. Помните, летом в прошлом году проводилось оно? 9 мая. В связи с тем, что график такой плотный, мы планировали с главнокомандующим военно-космическими силами на 12 декабря. Но график немножко плотный у них, поэтому это пройдет 5 декабря. это не шоу, это не поддержание духа, это повышение престижа службы в армии, это нормальная акция. Служим по контракту, да? Да, служим по контракту. И будут показаны высшие пилотаж, наши пилотажные группы, мистережи, русские витязи, авиации Черноморского флота и авиации военно-космических сил Российской Федерации. А кто как воспримет, это уже дело каждого. Дело каждого. Я думаю, что у нас в блокаде находимся. Мы в блокаде находимся. В какой? Я бы не сказал, что энергоблокада. И вот эти заявления, которые там сейчас делаются непонятными политиками о том, что мы блокируем и Керченские проливы, морские коммуникации, вообще Крым будет в блокаде. Им надо обращаться к психиатрам. Это болезнь. к сожалению, неизлечимые. Нет, есть доктора, которые могут вылечить. Но, к сожалению, время этих докторов еще не пришло. Будет команда, они вылечат. Вопросы есть еще в коллегии? Да, понимание по детским садам есть ли или нет когда вы нужны на каникулу прекратиться у детей? Пять детских садов у нас работают, мы их не отключали, не потому, что это избранные детские сады, потому, что они находятся на тех линиях, на которых находятся объекты первой категории. как только будет улучшение ситуации с лимитом, мы перераспределим и лимит, перераспределим и дизель генераторы, и детские сады будем запускать. Пока мы ждем увеличения лимита. Второй момент, мы, школы работают и дизель генераторы для школ идут. Вот, исходя из того резерва, который будет, мы постепенно запустим и детские сады позже. Сергей Иванович, а как питание организовано в школах? Значит, по-разному, по-разному питание организовано. Один из Севастопольцев. Я перебью. Есть ли необходимость к школам, допустим, в возле школы организовывать в школу? Не надо. Необходимости такой нет. В свое время, когда мы принимали решение неделю назад, о начале обучения в школах, мы договорились с поставщиками, что в школах нет требования обязательной горячей пищи. Это требования только из детских садах. Поэтому решение было принято так называемым сухим пайком. То есть сок, бутерброды. Но я знаю, что во многих школах, в многих гимназиях повара приходят ночью, когда дается электроэнергия, готовят кашу, готовят выпечку, все это упаковывают в тепло, и потом дети нормально питаются. Во всяком случае, с кем я не разговаривал, проблем с питанием в тех условиях, в которых мы сегодня находимся, нет, дети учатся. Еще вопросы есть? Что-то вы какие-то неактивные, то за вопросами забрасываете, то... Я обещал обучать. Да? Нет. Я думаю, я вам скажу так, что ситуация, она стабильная, сложная, но стабильная. Вот, и хотел бы еще раз обратиться ко всем, что не надо поддаваться на провокации. Сегодня на штабе я рассказал случай, когда многие пытаются вытащить людей на улице, на митинги. Вот, этого делать в случайной ситуации нельзя, это опасно. Поверьте мне, что все, на все обращения мы стараемся реагировать оперативно и в меру тех возможностей, которые еще не существуют, не отдавая предпочтения никому, то есть все одинаково, все находимся в одинаковых условиях. Но то, что есть информация определенная, по факту она есть. митинги. Митинги. Субтитры создавал DimaTorzok